Во дворце спорта «Триумф» прошли Кубок Московской области и региональные соревнования по УШУ в дисциплине «Саньда». За финальными поединками наблюдал Богдан Колесников. На соревнованиях 150 спортсменов из 10 округов Подмосковья. Люберцы представили 25 человек. Кирилл Нементов занимается боевыми искусствами полтора года. За это время научился многим приемам и овладел техникой боя. Новичков выставляем. Опыт, опыт. Некоторые первый раз уходят у нас. Это наши юные в основном спортсмены. Семь-восемь лет. Это хороший опыт для всех, мне кажется. Зрелищный поединок показал и Николай Киселев. Спортсмен, приехавший из Видного, уверенно держится на помосте и готов дать отпор любому противнику. Ну, первый соперник был тяжелый. Он много раз разбил мне ногу, потому что било у кики. Но со вторым я справился. Я думаю, я его выиграла благодаря своей физической форме. Раньше я занимался также ушу, только толу. Это тоже вид боевых искусств. Но там ты не выходишь один на один. Ты выходишь на ковер и делаешь определенный комплекс упражнений. А в дисциплине саньда соперники уже сражаются лицом к лицу. Здесь разрешены броски и ударная техника руками и ногами. Многие увлеклись этим боевым искусством, чтобы не только иметь хорошую физическую форму, но и уметь постоять за себя. Наша основная задача, чтобы победил сильнейший. Это основной спортивный принцип, который должен проявляться на каждых соревнованиях, но только на наших. Здесь участвуют в основном молодые ребята, 12, 13, 14, 15 лет, которых мы отбираем уже для дальнейших стартов на более крупные соревнования. Первенство России скоро будет у нас уже сформировано в сборной Московской области. И большую ее часть составляют воспитанники Люберецкого клуба единоборств «Кобра». В начале марта пятеро спортсменов городского округа в составе сборной России участвовали в международном турнире. За призовые места боролись тысячи ушуистов из 12 стран. Все люберчане вернулись с наградами. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.